Сегодня мы делаем новую рубрику, новую рубрику, пока она спит. Пока она спит, мы решили сделать сказочный завтрак. Сказочный завтрак. Я приготовлю сегодня один из моих любимейших омлетов. Даже точнее будет сказать про жареных яиц, потому что яйца мы взбивать не будем в этом случае. Хотя есть вариант и взбития яиц. Какие нам понадобятся в первую очередь продукты? Ну, естественно, яйца. Яйца в Америке продаются в разных фасовках. Мы чаще всего берем 18 упаковка яиц и 60. Яйца бывают так же, как и на родине белые и бывают коричневые. Для этого понадобится нам сегодня 6 яиц. Естественно, понадобится определенная зелень. У нас есть укропчик, красный болгарский перчик, лук. И на гарнирчик у меня есть такие артишоки. То есть это будет такой яичница с артишоком. Повторюсь, рубрика, которую мы сегодня с вами начинаем делать, пока она спит. Ну, если кто-то услышал правильные слова, слова Анна, пока Анна спит. Ну, это мой секретный, так скажем, ингредиент для этой яичницы. Черный хлеб с тмином. Очень вкусный, ароматный хлебушек. Первоначально, что нам нужно сделать? Нам нужно нарезать хлеб и разогреть сковородку. Один из важных моментов. В зависимости от того, как вы порежете хлеб, будет выглядеть ваше блюдо. Я еще не раскрыл саму тайну, но в данном моменте вам уже расскажу, что именно от формы отрезанных вами кусочков хлеба, то есть его высоте, будет зависеть, собственно говоря, практически не только вид, но и вкус. Если мы отрежем тонко, это будет слишком зажарено, если вырежем среднее, это, так скажем, будет самый оптимальный. Потому что если мы сделаем слишком высокую, так скажем, стенку нашего блюда, нам принадобится очень тогда много ингредиентов, которые мы можем заполнить. Кстати, один из вариантов – это заполнение большего количества ингредиентов за счет того, что мы делаем в большей стенке. Сегодня мы сделаем под яйца, поэтому отрезаем примерно полтора сантиметра. Дальше нам необходимо вырезать сердцевину. Сердцевину – мякоть. То есть берем острый ножик и обозначаем толщину стенок уже внутреннюю. Теперь мы вырезаем мякоть в этом замечательном хлебушке. Мякоть нам, так скажем, может не пригодиться, если вы не особо любите кушать хлеб. Но этот хлеб, он очень вкусный, он ароматный. И его консистенция очень напоминает хлеб, который был в те далекие времена. Вот такой вот получается у нас овал, в который мы будем заполнять нашу яичницу с наполнителями. И рецепт этого замечательного омлета яичницы я узнал, по-моему, из передачи «Пока все дома». Была такая передача. Я не знаю, есть ли это передача сейчас на телевидении, но это было достаточно давно. Это было еще в 90-е годы. И на самом деле было очень актуально, так как блюдо достаточно калорийное, достаточно сытное. И в наши 90-е годы это было очень полезно иметь под рукой недорогие продукты, из которых можно получить высококачественные калорийные продукты на день. Приступаем к разогреву сковородки. У нас газовая сковорода. Ставим где-то на серединку. Золотая семечка! Вуаля! У нас в Америке прям, да, золотая семечка. Сейчас интересно, она без запаха. И производится... Так, срок годности 18 месяцев. Дата упаковки сделана в России. Во, прикол. Российская Федерация, Ростовская область, город Ростов-на-Дону. Площадь Толстого, 8. Спасибо за семечку. Разогреваем. Наливаем масло. Здесь понадобится... Не так уж его мало, так как хлебушек очень быстро впитывает. Но нужно разогреть, распределить маслице. Сначала распределяем его по сковородочке. И ожидаем, когда начнется легкое потрескивание. Так, вот эти вот три наши заготовочки мы немножечко просолим. Я всегда в приготовлении использую соль и перец. Соль и перец. Мы люди, любящие соль. Соль, по моему понятию, соль полезна. Как уж там по вашему понятию. Это, как говорится, в зависимости, откуда ваши корни. Вот. Это очень важные такие понятия. Откуда наши корни и от того, что мы едим. Слышали же такая есть поговорка? Ешь продукты, которые принадлежат земли твоей. Не важно, где ты живешь сейчас. Не важно, где ты был произведен ранее. Так. Делаем следующее. Значит, нагрелся наша сковородочка. Наши маслицы. Кладем хлебушки. Они начинают шипыршать, так знаете, шкварчать. Это хорошо. Так. Крышку никого не закрываем, ничего. Сразу огонь делаем поменьше. Огонечек делаем поменьше. Вот. И, собственно говоря, самое основное. Основное это сейчас закинуть лук. Закинуть лук. И необходимые ингредиенты. Пока она спит. Пока она спит. Мне так сегодня пришло это название в голову. То есть, это не запланированная акция сделать это видео. Сегодняшнее вот то, что я сейчас для вас снимаю. А это именно, знаете, такая импровизация утренняя за бугром лайф. То есть, я посмотрел свой любимый сериал. Я слежу сейчас. Очень мне понравился. Зашел, как говорят в народе, зашел в Лондонград. Прямо вот дожидаюсь, знаете, вот когда выйдет новая серия. А у нас как-то здорово. Я просыпаюсь, новая серия как раз вышла. И мне остается только ее просмотреть. Итак, добавляем немножко перца прямо в лук. Прямо в лучок. То есть, вы видели, на доске у меня была соль. Я все это перемешал. И немножко добавляю перчика. Также, соответственно, возьмем укропчик. Порвем его, порежем помельче. И все это вместе смешаем. Так, остался у нас еще перчик. Перчик болгарский. Я немножко недавно делала такой-то салат. Вот остался перец. Я его сейчас и порежу. Не передерживаем хлебушки. Так, я возьму сейчас, скорее всего, вот эту вот вилочку и переворачиваем хлебушки. Вот как раз корочка уже появилась по одной стороны. Соответственно, хлебушки готовы для заполнения всеми ингредиентами, наполнениями. Так, докрашиваем наш перец и отправляем его на сковородочку. Очень люблю готовить. Ну, точнее, до знакомства с Аннушкой только я и готовил. То есть, я всегда являлся поваренком. Такой домашний семейный поваренок. Так, важно заполнить не плотно, потому что нам еще необходимо туда влить яйца. Вот, кстати, это тот случай, когда можно было бы, можно было бы сделать стенки высоты хлеба немного побольше. То есть, вырезать не такую высоту, а, может быть, сделать даже 2,5 сантиметра. Ну, я, честно говоря, давно не готовил. Не только это блюдо, вообще. А ну что, появившись в моей жизни, знаете, как это выгнуло меня из кухни, за что я, собственно, отдельная благодарность. Так. Переходим к яйцам. Бажный процесс, чтобы они попали именно во внутрь. Желточки, вот смотрите, вот так в раз, закрылся. Видите, как, да? Опа! Не торопитесь. Главное, чтобы он... Немножко он может вылиться, но это не смертельно. Как говорится, ваше творчество да вам в руки. Выливаем чуть-чуть на краешек. Вот, яйца потом, естественно, сверху мы еще солим. Так, 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 вот этот польется больше, но главное, чтобы желток остался на хлебе. Вкусном, ароматном хлебе. Так, 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 ушел, да? Ну, ничего, ничего. У меня есть небольшой уклон сковородки, поэтому желток скатился, и содержать его не было возможности. Неприятности то мы переживем. Так, его надо зафиксировать как-то, чтобы он успел схватиться. Вот, белочек сполз. Вот таким вот образом. Так, все. Дальше быстро солим. Посолили. Так, из ингредиентов внутреннего больше ничего не надо. Закрываем крышкой. Все, на медленном огне должно все это потолшиться. Делаем огонек поменьше. Прикручиваем, да, чтобы хлеб не сильно подгорел. Так-с. Ну что, пока это все делается, можно приготовить кофе. Я очень люблю кофе с медом и молоком. Ну, периодически я чередую, знаете, такую консистенцию черный кофе, долька лимона и меда. То есть у меня везде мед, я стараюсь заменить полностью сахар. Не всегда получается, но в большинстве своем. Почему я выбрал артишоки для сегодняшнего гарнира? Почему именно артишок? Во-первых, артишок очень полезный овощ. Скорее всего, это овощ, фруктом его вряд ли назовешь, полезен для нашей родной печени. Люди, страдавшие или страдающие, так скажем, чрезмерным употреблением алкоголя, ребята, это для вас. Я-то знаю. Вот у меня в этом месяце, 25 мая, исполнится 5 лет, как я сделал свой человеческий, мужской поступок и отказался полностью от спиртного. То есть в моем рационе нет ни пива, ни водки, никаких либо, так скажем, присутствующих веществ, которые могли бы повлиять на мое сознание. И еще в те времена, когда я жил в Москве, у меня были доктора, такие нетрадиционники, которые лечили пиявками, пчелками. Ну и, собственно говоря, они меня научили то, что печень наша рассказали, точнее о том, что она восстанавливается. И в этом очень хорошо участвует артишок. Есть сиропы артишока. Кстати, мы закупали сиропы и продавали его в Москве из Швейцарии. Такой, знаете, недешевый сиропчик, но хорошее ощущение, хорошее ощущение физиологически помогали, естественно, помогали нашей дорогой печени себя восстанавливать. Но ничего не происходит по мановению волшебной палочки, если не включено сюда физические упражнения, правильное питание и необходимое количество воды. Поэтому забудьте о том, чтобы вот, знаете, во, я сейчас кушаю артишок, и у меня все пройдет. Не бывает. Чудес не бывает. Поэтому только комплекс. Мы вот недавно снимали рекламу витаминов. Достаточно такая хорошая компания, Better Today. Там философия у компании. То есть вы не рассчитываете, что только витамины вас спасут. Понимаете? То есть это очень правдиво. И люди в своей даже сценарии, в своем сценарии рекламы дают понять, что, ребята, вам необходимо прогулки на природе, занятия спортом, питание, позитивное мышление и так далее. Поэтому все в комплексе, тогда оно дает свои результаты. Ну что, смотрим, что у нас получилось. Собственно говоря, снимаем крышечку. Так, возьмем лопатку. Это у меня с Анютой. Здесь много-много разных лопаток. Так. Опаньки. И положим на одну тарелочку два таких. Видите, оно все полностью снимается. Так. Сервируем нашим любимым артишоком. Знаете, на вкус похоже, как вот капуста, такие огурчики. Этот артишок. Мне нравится такой, достаточно пикантный, маслянистый. Ой, я сейчас об этом разговариваю. У меня слюни прямо на микрофон капают. Так. Ну вот, такое количество сегодняшнего завтрака. пока она спит. Пока она спит, мы приготовили себе. Приготовил Анютке. И, конечно же, я сейчас приготовлю отдельно для малышей, для Машеньки и Павлуши. Машеньки и Павлуши. Да, я сейчас ops, позвоню. Субтитры создавал DimaTorzok